Итак, мы с вами продолжаем работу с сервисом JustClick. Вы уже умеете создавать группы подписчиков, умеете создавать страницы, формы подписки. И пришло время научиться создавать информационные продукты для продажи. Как-никак, цель инфобизнеса – это именно продажи инфопродуктов. И регистрировались вы в JustClick, в том числе и за этим. На главной странице личного кабинета сразу идет инструкция, что нужно сделать для того, чтобы начать уже продавать. Во-первых, нужно наполнить магазин продуктами. Во-вторых, настроить прием платежей. И в-третьих, уже создать продающие страницы, где уже будет кнопка заказа. Давайте начнем с первого пункта – это наполнить магазин продуктами. Переходим в раздел продуктов. Здесь у нас два продукта добавлены уже изначально. Это физический продукт, который имеет идентификатор диск. И электронный продукт, который имеет идентификатор e-book. Сделано это просто для примера, чтобы вы видели, что здесь можно добавлять два типа продуктов. И по идее эти товары вы можете удалить. Они здесь для примера. Чтобы добавить новый товар, мы либо нажимаем «Новый продукт», либо сначала создаем категорию. Если у вас, допустим, несколько проектов, вы можете разбить эти проекты. Под каждый проект завести отдельную категорию и уже внутри нее создавать продукты. Это чисто для удобства. Если у вас один проект, можно сразу нажать «Новый продукт» и начать заполнение формы. Первое, что нам нужно придумать здесь, это идентификатор нашего товара, который будет его уникальной меткой этого товара в базе данных. Так, у меня первый мой продукт будет называться «Магнит для подписчика». Поэтому я здесь введу «Магнит». Я указываю, что это у меня цифровой товар. Потом еще позже разберем, в чем отличие будет при добавлении физического. И здесь указываю название моего товара. У меня это «Магнит для подписчика 2.0». Дальше я указываю цену. Допустим, он у меня стоит 1290 рублей. Если вы хотите, чтобы клиент сам указывал цену, за которую он будет приобретать ваш товар, можно поставить вот эту опцию «Плавающая цена». Такая редко используемая вещь, но в некоторых ситуациях может пригодиться. Далее здесь мы можем указать сумму расходов по данному товару. Это нужно для того, чтобы вы затем в статистике могли видеть чистую прибыль. Потому что зачастую, если особенно товар физический, то там неизбежны вот эти расходы. Во-первых, на изготовление диска, на его отправку и так далее. И если эти расходы не учитывать, то мы будем видеть просто общую выручку от продажи этого товара. А если мы здесь поставим, что, допустим, у нас расходы по данному товару строго 500 рублей, то потом мы сможем уже видеть сразу чистую прибыль по нему. Если товар цифровой, то, как правило, расходов никаких нет, поэтому я здесь оставляю 0. Далее здесь нужно указать картинку товара. Так, у меня вот эта картинка. Так, далее URL оповещения пропускаем. Страница «После успешной оплаты». Здесь вы можете создать на своем сайте какую-то страницу благодарственную для покупателей, поблагодарить их за покупку, может быть, дать еще какой-то дополнительный подарок там, либо попросить заполнить форму, анкету. Если вы такую страницу создадите, то вот сюда ее просто пропишите. Вот если страница здесь не указана, то откроется страница по умолчанию. Ее даже можно вот здесь посмотреть. То есть вот такая будет страничка, если ничего не указывать. Так, далее мы идем по списку «Создать группу подписчиков». Здесь я рекомендую вам поставить «Да», чтобы все клиенты по данному товару автоматически попадали в группу с названием этого товара. Потом вам будет легче обратиться конкретно к покупателям этого товара. «Показывать продукт в каталоге». Рекомендую поставить галочку, потому что люди, которые заинтересованы в рекламировании вашего продукта, они его смогут найти в каталоге, соответственно, и вступить в партнерку и рекламировать его. Здесь, правда, нужно добавить еще описание. Так, я вот такое описание добавлю. И если хотите, можно еще сделать так, чтобы покупатели этого товара попадали еще в какую-то из групп. Вот в моем случае это не нужно. Так, первая вкладка разобрана. Следующая вкладка – это письмо. Здесь, во-первых, мы указываем ссылку на скачивание продукта. Когда у нас человек заказал товар, оплатил его, ему придет письмо, в котором должна быть ссылка на закачку. Поэтому здесь укажите ее. Так, ну, например, вот так. Здесь указываем тему этого письма, формат и сам текст. Сама ссылка, чтобы вот эта ссылка подставилась письмо, вы должны использовать в письме вот такой якорь. То есть, когда письмо будет формироваться, вот сюда подставится имя клиента, сюда подставится название товара. То есть, «Здравствуйте, Сергей», допустим, только что поступили деньги за оплату заказа магнит для подписчика, вот ваша ссылка на скачивание. Подставится вот эта ссылка. Вот таким образом это работает. Если вы не хотите использовать вот этот якорь, то есть там подставится, точнее, не напрямую вот эта ссылка, а подставится шифрованная ссылка от сервиса JustClick. Вот если это вам не нужно, вы можете подставить просто сразу вот эту свою прямую ссылку сюда. Просто когда у вас вот эта шифрованная ссылка, вы там сможете отследить кое-какую статистику по ней. Так, дальше идем. Партнерка. Если вы хотите, чтобы данный товар могли продвигать партнеры, то здесь можно выставить комиссию по этому товару. Допустим, у меня это будет 30%. При этом я рекомендую ставить вам от суммы с учетом скидок. То есть комиссия будет считаться не от начальной цены продукта, а, допустим, вот у меня 1290 рублей. Вот если бы я поставил вот эту галочку, вот этот радиопереключатель, то партнеру в любом случае, даже если клиент купил бы со скидкой мой товар, комиссия считалась бы 30% от 1290 рублей. Вот если же мы ставим вот этот вариант, то если товар покупается без всяких скидок за 1290, то комиссия считается с 1290. Если товар куплен со скидкой, допустим, за 900 рублей, то комиссия будет считаться уже от этих 900 рублей, то есть от фактической цены продажи, по сути. Вот либо вы можете вообще задать жесткую комиссию, например, 300 рублей, неважно, за какую цену был вообще продан товар. Тоже как вариант. Так, я оставлю вот этот вариант. Если вы хотите сделать свою партнерку двухуровневой по этому товару, то можете здесь указать еще комиссию по второму уровню, например, 5% от суммы с учетом скидок. Далее идет у нас блок по управлению комиссионными в индивидуальном формате. Что это значит? Здесь внизу у нас есть такой пункт «Задать индивидуальную комиссию для конкретного партнера». То есть, если, допустим, у вас есть какой-то VIP-партнер, то он может к вам обратиться и попросить повышенные комиссионные ради того, чтобы пропиарить ваш продукт по своей большой базе. Если вы соглашаетесь, вы вот здесь можете набрать его логин и установить ему индивидуальную комиссию. При этом со временем у вас таких индивидуальных комиссионных по продукту может быть много, и в один момент вы захотите изменить сразу у всех вот этих VIP-партнеров размер комиссии. Вот это можно будет сделать уже через вот это поле, через вот эти поля. Более подробно об этом можете почитать вот здесь. На блоге Just Click у них есть заметка «Расширенные возможности по управлению партнерскими комиссионными». Здесь можно более детально об этом почитать. Но это уже для будущего, когда у вас будет много партнеров с индивидуальной комиссией. Плюс я советую поставить вот здесь галочку «Включить продукт в партнерскую программу», чтобы те люди, которые ходят по Just Click в поисках хороших продуктов для продвижения их через партнерку, они его видели и могли получить свою партнерскую ссылку. Здесь мы указываем ссылку с описанием продукта. Так, это по сути ссылка на продающую страницу вашего товара. У меня это вот такой адрес. Страница с дополнительными рекламными материалами. Здесь вы можете указать страницу, где партнеры смогут взять баннеры и другие рекламные материалы, там коробочку вашего курса, еще что-то. Такие вот вещи, чтобы они могли там взять. Так, и можно использовать еще функцию красивой ссылки, помимо стандартной. Но это уже на ваше усмотрение. Для этого нужно будет вставлять еще дополнительно вот этот блок в страницу продажи вашего курса между тегами head после открывающегося тега head. Но это в принципе не обязательно, поэтому можно не трогать. Так, дальше идем. На вкладке соавторы вы можете указать соавтора по данному продукту. Смысл здесь в том, что если данный продукт создан не вами, а вы были только продюсером, то, как правило, в таких случаях автору продукта отчисляется какой-то процент с продаж. И вот здесь вы можете задать этому автору свой процент с продаж. Но для того, чтобы это стало возможным, вам нужно сначала зайти вот сюда в левом меню, в раздел соавторов, добавить там соавтора. Там это делается элементарно. Добавляется просто, получается, его логин, пароль, e-mail, имя и кошельки. Все, он появляется у вас как соавтор. Дальше уже при добавлении товара вы вот здесь его можете указать. Так, страница оплаты. Здесь мы видим, как выглядит страница оплаты у нас по умолчанию. То есть там будет просто заголовок оформления заказа, картинка нашего товара. Далее, видимо, название продукта и цена. Вот если вы хотите ее изменить, например, у вас там какая-то акция, или просто хотите сделать страницу более красивой, то вы можете все по своему усмотрению здесь менять. Просто имейте в виду, что вот эти якоря вы можете тоже использовать. То есть если вам нужно где-то вывести картинку товара, то используйте вот этот якорь. Название продукта вот этот и текущая цена – это вот этот якорь. А так, если хотите, можете, допустим, добавить, что у вас сейчас идет акция, ну, к примеру, и, допустим, старая цена, допустим, 5000 рублей. И здесь, соответственно, делаем заголовок. Выравниваем, допустим, по центру красным. Ну и то же самое здесь. И перечеркиваем старую цену, допустим. А здесь можно написать новая цена. Такая-то. Ну, как вариант, просто показал, что вы можете менять оформление страницы заказа. Так, и отмена заказов. Здесь вы можете задать, через сколько часов, допустим, товар будет отменен. Это стимулирует покупателя оплатить его быстрее. Допустим, 3 дня. Через 3 дня заказ будет отменен, если он не оплачен. Но это не обязательно, поэтому обычно ставится не отменяется. Так, в принципе, все. Нажимаем «Сохранить». У нас товар добавлен. Теперь, если я вот кликну по ссылке, у меня откроется страница оформления заказа на данный товар. Видите, да? То, что я вот там ввел, вот оно здесь вывелось. А сюда выводится уже новая цена. Так, дальше. Дальше я еще хотел рассказать про отличие физического товара от цифрового. Когда вы добавляете физический продукт, то там просто получается у нас добавится еще одна вкладка, которая называется «Доставка». То есть, допустим, у меня товар будет называться «Все технические моменты онлайн-бизнеса». Идентификатор у него «All Moments». Цена 2,990. И вот здесь для физического товара у меня, допустим, себестоимость 300 рублей. Я ее сразу укажу. Указываю также картинку. Так, ну остальное создать группу подписчиков. И на вкладке «Доставка» уже нам нужно определиться, как же мы будем доставлять наш товар после оплаты нашему клиенту. И здесь мы либо будем заниматься этим сами. То есть, у нас дома, допустим, лежит пачка этих дисков. И пришел заказ, мы формируем этот заказ. Там распечатываем нужные документы, идем на почту, отправляем. Это один вариант. В этом случае ничего, в принципе, делать не нужно. Оставляем, просто занимаюсь сам. Если вы хотите делегировать этот процесс, то можно воспользоваться либо компанией QuickPost, с которой я пока что не работал, ничего не могу сказать, либо Russian Post Service. С этой компанией я сейчас сам работаю. То есть, сначала вам нужно будет с ними заключить договор и через них, через службу поддержки уже проконсультироваться, какие параметры вот здесь нужно указать для интеграции с их сервисом. Здесь можете также прописать артикул. Вот эта галочка «Высылать продукт наложенным платежом» – это вот для сервиса QuickPost. То есть, там тоже, если будете через них, свяжитесь с их службой поддержки и выясните, как правильно поставить вот эти моменты для правильного взаимодействия с их сервисом. Вот, то есть, отличие только в этом. Ну, далее в письме указываем также ссылку для скачивания. То есть, человек может оплатить диск, но если он хочет, он сразу еще и сможет скачать электронную версию. И пока диск идет, допустим, он будет изучать. Так, ну, допустим, вот так. И укажу партнерку также. Так, все, нажимаю «Сохранить». У меня товар добавлен. И вот он получается. All moments. Указано, что такие-то вот комиссионные по партнерке, такая-то цена, такие-то расходы. Здесь у меня показано, что это DVD-диск, то есть физический товар. И если я кликну, то откроется страница оформления заказа по данному курсу. Так, все, на этом мы здесь остановимся. И в следующем уроке уже продолжим работу по товарам.